Всего семь недель назад многие из конкурсантов сделали свои первые шаги в хореографии. Наша коллега, журналист канала «16» Дарья Цапарыгина, узнав о проекте, буквально загорелась желанием принять в нем участие. О сложностях постановки танцев и подборе костюмов редакции узнавали из первых уст. В финале она признала, что танцевальный марафон дался ей и ее партнеру Максиму Глотову нелегко. Здесь очень важный момент преодоления себя. Взять себя и сказать, а смогу ли я? И дойти до конца. Потому что желания бросить все было очень много. Романтичный вальс, задорная кадриль, чувственные бачата и энергичный джайв. Разные по темпераменту танцы требовали от участников полной отдачи во время репетиции. За правильностью выполнения танцевальных элементов следили опытные наставники. Было очень приятно общаться с хореографами, потому что девочки на самом деле очень классные, каждый очень болеет своим делом. Композиции, представленные конкурсантами в финале творческого марафона, совершенно разные по стилю и темпераменту. Чтобы каждый танец стал особенным, участники вложили в них все свои силы и вдохновение. Мнение по поводу того, какой номер удался больше остальных, у Дарьи и Максима разделились. Ну вообще вальс. Да, потому что когда я вот именно надела на себя все, мой партнер и мы встали, и я поняла, что мы крутые. По мне больше всего зашел, конечно, джайв. Мы просто сделали танец, наложили на нашу жизнь, скажем так. Проект стартовал еще в марте. На организационное собрание пришли 100 желающих вступить в борьбу за главный приз. До финала дошли 20 танцевальных пар. Автор проекта Екатерина Сусоева считает, что первый блин не был комом, и танцевальный марафон можно считать состоявшимся. Итоги самые положительные, итоги вдохновляющие, итоги жизнерадостные, жизнеутверждающие. Я наполнена какими-то невероятными эмоциями, все искрит. Мы сегодня поставили очень хорошую точку, даже я бы сказала восклицательный знак в нашем марафоне. Зал тепло встречал конкурсантов, да и сами участники с энтузиазмом прошли все этапы обучения и подготовки к гала-концерту. Поэтому вопрос о следующем наборе в проект напрашивается сам собой. Наверное, сначала надо немножечко отойти от первого, надо подумать, что получилось, что не получилось, проанализировать. Потому что на следующий год, если делать проект, это надо искать что-то новое, какое-то новое слово в формате. В старании конкурсантов жюри отметили в нескольких номинациях. Кроме умения двигаться на танцполе, они оценивали костюмы участников. Родственники, друзья и коллеги, которые пришли поддержать танцоров, также принимали активное участие в голосовании и выбрали пару достойных приза зрительских симпатий. Главный приз в поездку в Казай судейская коллегия отдала Елене Ковалевой и Илье Гайину. Елена Гриско, Владимир Лисик, служба новостей, СОРО-24.